До этого мы с вами говорили о морфологических признаках глагола, его синтаксической роли. Настало время обратить внимание на правописание. С некоторыми орфографическими правилами вы уже знакомились, изучая блок орфографии. Мы только освежим их в памяти. Некоторые правила вы узнаете впервые. На них мы остановимся подробнее. Правило первое. Правописание корней с чередованиями. Вы уже знаете, что правописание некоторых корней с чередованиями ОА зависит от последующего суффикса. Это такие корни, как ЛОШЛАК и КОСКАЗ. Но от наличия суффикса А зависит правописание и глагольных корней. БЕР-БИР, ДЕР-ДИР, МЕР-МИР, ПЕР-ПИР, ТЕР-ТИР, БЛЕСТ-БЛИСТ, ЖЕК-ЖИК и СТЕЛ-СТИЛ. Буква И пишется в этих корнях, если после корня стоит суффикс А. Давайте мы с вами приведем по три примера к каждому указанному случаю. К корням КОСКАЗЛОШЛАК мы можем записать следующие слова. Прикоснуться, изложить, касаться. Корни БЕР-БИР, ДЕР-ДИР и другие имеют слова. БЛЕСТАТЬ, ВЫБИРАТЬ, ВЫДЕРНУТЬ. И, наконец, корни РАСТ, РАЩ и РОС в словах вырос и проросли. Правописание личных окончаний глагола. На предыдущих уроках мы говорили о том, что изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам называется спряжением. Спряжение – это постоянный морфологический признак. У глаголов различают два спряжения – первое и второе. Глаголы первого и второго спряжения различаются по окончаниям. Давайте вспомним их еще раз. Глаголы первого спряжения в первом лице имеют окончание у, ю, им, во втором лице – еш, ете, в третьем лице – ед, ут, и ют. Глаголы второго спряжения в первом лице имеют окончание у, ю, им, во втором лице – иш, ите, в третьем лице – ид, ад, ият. Чтобы не ошибиться в написании личного окончания глагола, нужно определить его спряжение. Для этого глагол необходимо поставить в начальную форму, в инфинитив. Тогда ко второму спряжению будут относиться глаголы, оканчивающиеся на «ить», кроме глаголов «брить», «стелить». Также четыре глагола «нать» – «слышать», «гнать», «держать», «дышать». И семь глаголов «наеть» – «видеть», «ненавидеть», «зависеть», «обидеть», «смотреть», «терпеть» и «вертеть». Еще запомнить это правило поможет шуточное стихотворение Валентины Волиной. Ко второму же спряжению отнесем мы без сомнения все глаголы, что «наить», исключая «брить», «стелить». И еще смотреть, обидеть, слышать, видеть, ненавидеть, гнать, держать, дышать, вертеть и зависеть и терпеть. Вы запомните, друзья, их на «е» писать нельзя. Давайте закрепим полученные знания. Запишите слова, вставляя пропущенные буквы в личные окончания глаголов. Записывать мы их будем по схеме. Инфинитив, спряжение, запись слова с личным окончанием. Заклеить, глагол второго спряжения, заклеишь конверт. Слушать, глагол первого спряжения, слушают сказку. Посмотреть, глагол второго спряжения, посмотрим фильм. Колыхать, глагол первого спряжения, колышет листву. Качать, глагол первого спряжения, качают корабль. Обидеть – глагол второго спряжения. Обидишь зря. Правописание суффиксов глаголов. С этой орфограммой нам только предстоит познакомиться. На неё надо обратить особое внимание, потому что это новая информация. Мы знаем, что многие звуки, находясь в слабой позиции, произносятся не совсем отчётливо. Такое происходит с гласными И и О в суффиксах глагола ИВА – ИВА, ОВА – ЕВА. Дело в том, что они всегда находятся в безударном положении. Чтобы определить, какой суффикс писать, необходимо поставить глагол в форму первого лица единственного числа настоящего или будущего времени. То есть подставить к глаголу местоимение Я. Если глагол в форме первого лица единственного числа оканчивается на УЮЮЮ, то в инфинитиве пишутся суффиксы ОВА – ЕВА – ГОРЕВАТЬ – ГОРЮЮ. Если же он оканчивается на ИВОЮ и ВЫ, то в инфинитиве пишутся суффиксы ИВА – ИВА. Испытывать – ИСПЫ-ТЫ-ВА-Ю. Давайте к каждому слову подберём однокоренной глагол с суффиксами ИВА – ИВА или ОВА – ЕВА и распределим их в зависимости от суффикса. Глаголы с суффиксами «ива» – «ыва» – «выкраивать», «затрагивать», «основывать». Глаголы с суффиксами «ова» – «ева» – «горевать», «линовать», «жаловаться», «голосовать», «ночевать», «штрафовать». Таким образом, мы с вами познакомились или вспомнили некоторые орфографические правила, которые связаны с правописаниями глаголов.